Вот он, аварийный участок дороги на мосту. Средняя полоса в сторону города. Дорожники ночью брали старый асфальт. Из-за перепада высоты покрытие автолюбителям приходится тормозить, снижая скорость до нескольких километров в час. Это и стало причиной многокилометровой пробки этим утром. Ужасно ездиться. На самом деле нужно что-то с этим делать. Уже что-то решать эту проблему. Ехал с Октябрьского до Московского. Часов в 9 я ехал, наверное. Проблематично было. На той неделе было проблематично, когда с парка был проезд. Там вообще часа полтора люди стояли. Я вообще туда не езжу. Стараюсь туда не ездить. Только почисто. И поэтому, что движение затруднено туда. Стараемся, где мы другие магазины и все другое. Все районы ездить, чтобы в плане заезжать только. На работу и учебу из Зашихсинского района добирались дольше, чем обычно. Примерно на час. Стоял этим утром и общественный транспорт. Автобусы не укладывались в графике маршрута. Водителю 25-го Андрею Кузину вместо положенных 40 минут понадобилось вдвое больше времени. Потихонечку в пробочке как поедешь. Не перепрыгнешь же мост. И кольцо не перепрыгнешь. Так вот потихоньку по маршруту ехали. Пассажиры, по-моему, уже привыкли. То есть они как бы сдержанно себя ведут. Самая сложная ситуация была в час пик с 8 до 9 часов утра. Мы сегодня тоже встали в пробку ради эксперимента. Правда, было это в начале 11-го. Мы начинаем движение по Октябрьскому проспекту от улицы Ленинградской. Посмотрим, сколько нам понадобится времени, чтобы перебраться на другую сторону Шексны. Засекаем. Сейчас мы съезжаем с Октябрьского моста. Наш путь занял ровно 12 минут. Дорожники призывают горожан еще немного потерпеть. И провести такой ремонт необходимо. На мосту убирают колейность. Для блага тех же автолюбителей. На дорогах, где разрешена максимальная скорость 60 километров, глубина колеи не должна превышать 3 сантиметров. Если она превышает, то чревато это возникновением ДТП. То есть особенно в зимнее время, когда в колее скапливается вода и при низких температурах она превращается в лед. Всего подрядная организация должна привести в порядок почти 5000 квадратных метров покрытия. Более 3000 уже поменяли. Оставшиеся работы дорожники будут делать сегодня. Больше 10 спецмашин и бригада рабочих приступят к работам в 10 вечера. Закончить планируют в 3 часа ночи. Сегодня будем работать третью ночь. Практически все работы проведены ночью. Поэтому я не думаю, что большие затруднения здесь какие-то для города. Наверное, город не увидит. Но расслабляться автомобилистам рано. В четверг продолжится ремонт деформационных швов на мосту. Будут устанавливать на место гребенку на въезде со Столиваров. Движение вновь будет перекрыто. Причем практически на весь день. Все машины отправят в объезд через парковую. Сразу после этого ремонта дорожникам предстоит привести в порядок деформационный шов под камерами видеонаблюдения в сторону Зашкоснинского района. Напомним, все работы на переправе строители должны будут закончить до конца октября.